Валерия Кореная в программе Крылья с чердака У каждой теоремы есть решение, У каждой аксиомы есть рубеж. Пока никто не предсказал крушение Больших любовей, маленьких надежд, Пока за облаками видно солнце, Пока ночами светится звезда, Пока вода прозрачная в колодце И вслед за вторником случается среда, Пока ты можешь понимать и верить, И доверять, и плакать, и любить, И в состоянии доползти до двери, Чтобы ее кому-то отварить, Кто принесет тебе воды и хлеба, И распахнет отчаянность гордин, Пока ты дышишь. Ты живой, и где бы чумной Не продолжался карантин, Ты можешь быть оракулом, поэтом, Сгонять на пирожках излишний вес, Пить в одиночестве и петь дуэтом, И прыгать до рекордов и небес, И думать, что планета настрадалась, И где-то море брошенных корыт. Так что там напророчил Нострадамус? Или этот век был для него закрыт? Когда разговор касается веры В нечто недосягаемое, Непонятное и непонятое, Люди разбиваются на два лагеря Верю и неверю, А того самого называют Или пророком, Или обманщиком. Но здесь важнее, кто ты сам. Веришь в чудеса, Значит, перед тобой мессия, Посланник небес, Гипнотизер, телепат. Ты скептик? Значит, видишь обыкновенного фокусника, Может быть, чуть более раскрученного По сравнению с другими. Одним словом, артист. Он, герой моей сегодняшней программы, Говорил, что никогда не ошибается. Он слагал о себе легенды. Для чего? Или все это было правдой? Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная За пультом звукорежиссер Акмаль Тахиров. Программа я начала со своего стихотворения «У каждой теоремы есть решение». Огромное количество материалов написано о Вольфе Мессинге. О нем снимаются фильмы, Слагаются книги и легенды. Все истории подаются в красивые нарядные обертки. Одни его боготворят, Другие уличают во лжи. Он утверждал, что встречался с Эйнштейном и Фрейдом, Что проводил с ними совместные телепатические сеансы. Его называли личным телепатом Сталина. Истории, слухи тянутся за ним по сей день, Несмотря на то, что умер Мессинг, Как и сам предсказал, 8 ноября 1974 года. Постойте, действительно предсказал? Он прожил 75 лет. Его дар делал его счастливым И одновременно самым несчастным человеком на земле. 10 сентября 1899 года В бедной еврейской семье неподалеку от Варшавы На свет появляется Вольф Гершкович Мессинг. Отец мечтает сделать из сына священника И заставляет его читать дни напролет религиозную литературу. В возрасте 4 лет мальчик страдает лунатизмом И его лечат от этого порока. На ночь ставят возле кровати таз с водой, Чтобы, вставая во сне, он попадал ногами в воду и просыпался. Сам он утверждает, что паранормальные способности Появились у него с пеленок. Он может предсказывать пожары, неурожай, падеж скота. Но отцу все эти глупости не нужны. Он суров, выпивает и даже может побить. Живут бедно. У Вольфа еще три брата. Мама его, Сара, умрет, когда ему будет 13 лет. И он подростком убежит из дома И сядет в поезд, следовавший на Берлин. История эта хорошо известна. И считается, что с нее началось открытие гипнотического дара Мессинга. Сила его внушения. Денег на билет нет. Немецкий контроль строгий. Увидев контролера, Вольф залезет под сиденье, Но его заметят. «Ваш билет», — скажет контролер. Он поднимет с пола обрывок газеты И протянет его, мысленно умоляя «Это мой билет. Это мой билет». Контролер улыбнется и скажет «Билет в полном порядке». Прокомпостирует и пойдет дальше. Действительно ли это отправная точка? Или такое может быть у любого подростка? Усилием воли внушить, что у тебя билет в кино, Что у тебя температура, Когда надо прогулять школу и тому подобное. Это вопрос большого желания, Главное, уверенности в том, что так и есть. Что ты это можешь. И подобные случаи наверняка происходили со многими из нас. Но смогли ли мы развить эти способности? А он, Мессинг, решил распоряжаться своей судьбой сам. И вот он уже интересуется миром непознанного. Ясновидением, гипнозом, и у него получается. Правда, в Берлине он начнет с работы курьера, Будет бегать так много, а обедать так редко, Что однажды упадет на улице в голодном обмороке. Дальше история от самого Мессинга Звучит уж совсем неправдоподобно. Его недвижное тело доставили в морг И готовили к вскрытию, Когда практикант заметил у пролежавшего три дня трупа Признаки нетипичного оживления. Мальчик ожил. О нем стал заботиться доктор Абель. Доктор занимается психологией, физиологией И всем, что связано со смертью. Вольф однажды попадет в цирк И заболеет им навсегда. При одном слове «цирк» он будет дрожать от восторга. Его возьмут в бродячую цирковую семейную труппу. Он довольно быстро научится всему, Что умеет любой цирковой артист. Обхаживать и запрягать лошадей, Ухаживать за остальными зверями, Научится ходить на руках, Крутить солнце на турнике, Делать сальто. Сам он довольно хилого сложения, Но упорство его сильнее. Первый его самостоятельный номер Будет клоунским, С упрямым осликом. Моя невзрачность и невесомость Очень подходили для факирских выступлений, Скажет Мессинг. Я научился ложиться на утыканную гвоздями доску, Глотать шпагу, поглощать и извергать огонь. Мне пришлось выступать с группой лилипутов, С парой великанов, С бородатой женщиной, С человеком с лошадиной головой И со всякими другими монстрами. Доктор Абель заметит в Вольфе Гипнотические способности И назовет его удивительным медиумом. Когда я впервые открыл в себе Телепатические возможности, Когда осознал, что обладаю таинственным даром Повелевать людьми, Скажет впоследствии Мессинг, Я сам себе поклялся, Что никогда, Ни при каких обстоятельствах Не буду использовать свой дар Во вред человеку и обществу. Доктор Абель уже ставит психологические опыты, Он что-то приказывает Мессингу мысленно, Что-то прячет, А тот легко находит. Абель научит его мантре Я Вольф Мессинг, Которую он потом и будет твердить Всю жизнь как заклинание. Упражняться юный телеподходит на рынок. Я шел вдоль прилавков И поочередно, словно верниером приемника, Включая все новые станции, Прослушивал простые и неспешные мысли Немецких крестьян о хозяйстве, Оставленном дома, О судьбе дочери, вышедшей неудачно замуж, О ценах на продукты, Которые упрямо не растут. Но мне надо было не только слышать эти мысли, Но и проверять, насколько правильно мое восприятие. И в сомнительных случаях я подходил к прилавку И говорил, проникновенно глядя в глаза, Не волнуйся, Дочка не забудет подоить коров И дать корм поросятам. Он начнет постигать хитрости телепатических трюков, Будет находить букинистические книги о телепатии, Причем на чуждых, непонятных языках, Но упорно будет рваться к своей цели. И вскоре он станет ассистировать Известному телепату, Мастеру сценического искусства, Маэстро Залесскому. Тот научит его многим трюкам. Так же потом будут ассистировать и ему самому. Вот как Мессинг об этом напишет. Он, Залески, Стоял на сцене с плотно завязанными глазами, И любой из публики мог убедиться, Что повязка непрозрачной, Плотно облегает голову. Вдобавок он еще демонстративно Поворачивался спиной к залу, Где я в это время шнырял между рядами. Я обращался к одному из зрителей И просил его вручить мне какой-нибудь предмет. Ну, что может быть в карманах у человека В такой обстановке? Чаще всего мне подавали часы. И тогда я показывал их зрителям. А затем, таинственно, Как бы стараясь направить телепатический ток На Маэстро, спрашивал, Что у меня в правой руке? Маэстро корчился, Как пораженный электрическим током, А затем глухо выдавливал. Часы! После того, как гром аплодисментов стихал, Я спрашивал, А что у меня в левой руке? Это означало очки. А что у меня теперь в левой руке? Здесь речь шла о расческе. Существовала подробно разработанная система Обозначений для всех предметов, Которые люди носят при себе. Надо было только очень остерегаться детей, И я их потом всегда страшно боялся, У них в кармане могла оказаться Стрелянная гильза Или живой воробей. Впоследствии Мессинг будет играть в открытую. Не скрывая, что для угадывания Спрятанных предметов Ассистент подсказывает телепату Отгадку только им двоим понятную, Но очень простым кодом. Он, фокусник, Научится пользоваться всем спектром Цирковых уловок, Позволяющих профессионалу Зарабатывать себе на жизнь Мастерством телепатии. Зрителей, конечно, интересует, Как гипнотизер находит Различные предметы Расческу, ручку, ключ, кошелек. Он ответит на этот вопрос Тоже честно, но по-другому. Конечно, вы можете попытаться Это повторить. Сейчас я объясню, как это делаю. Когда меня держит за запястье Зритель и ведет по залу, Я улавливаю тонкие мышечные реакции. В тот момент, когда нужно Повернуть к месту, на котором сидит Человек со спрятанным предметом Рука ведущего человека Начинает дергаться. И я это ощущаю. А вы? Если он будет держать вас за руку, Ничего не почувствуете? Этот ответ Породит еще больше вопросов. А он выступает в цирке, На эстраде, Путешествует с бродячими труппами По всей Германии. И вот уже он показывает чудо. Лежит в стеклянном гробу, Пока его антрепренер Заверяет публику, что он голодает Уже 40 дней И пьет только газированную воду. К этой роли Вольф подходит Специально худеть ему не надо. Я лежал неподвижно, Подремывал, Напишет он. А из-под челмы Торчал мой длинный нос И были видны В полы и щеки. Этот голодный номер Так хорошо кормил меня Целых два года, Что я пополнил И пришлось Прекратить Валять дурака. В 1937 году На одном из публичных выступлений Мессинг предсказал, Что Гитлер погибнет, Если со своей армией Пойдет на восток. Это предсказание Напечатал ряд немецких газет. Листовки с изображением Мессинга расклеили, А самого телепата Объявили Личным врагом Гитлера. За его голову Назначили вознаграждение 200 тысяч марок. Мессинг Рассказывал, Что гитлеровцам Удалось его схватить, Однако благодаря Своим способностям Гипнотизера Он смог заставить охрану Зайти к нему в камеру, А сам при этом Незаметно скрылся. Подтверждения Этой истории нет. Но в 1939 году Мессинг перебирается В Советский Союз И начинает выступать В Москве Как иллюзионист. Для того времени Подобные выступления Крайне необычны. Они пользуются Большим спросом У советских зрителей. И вот уже Все больше Расходятся слухи О предсказаниях Мессинга И о его близких Отношениях Со Сталином. В предвоенное время Мессинг якобы Утверждал, Что война между СССР и Германией Определенно будет И сказал, Что победа будет В 1945-м Назвав дату Подписания акта О капитуляции Германии 8 мая. Будут говорить, Что эти предсказания Были сделаны В присутствии Многих людей. Скажут, Что у Мессинга Был специальный пропуск В Кремль К Сталину. А позже, Согласно легенде, В 1950-м году Он предсказал Крушение самолета, На котором В Свердловск Должна была лететь Хоккейная команда Во главе С сыном Сталина Василием. Якобы Мессинг Мессинг позвонил Сталину и потребовал Отменить вылет. Позвонил, Потребовал, Что само по себе Очень маловероятно. Но в результате Самолет полетел Без Василия И потерпел Крушение. Все это будет Написано в мемуарах Самого Мессинга. Их проверят. И многие Его воспоминания, Увы, Не выдержат Этой проверки. Как, например, Его рассказ о встрече С Альбертом Эйнштейном В Вене В 1915 году, Когда самому Мессингу Было 16 лет. Он скажет, Что его поразило Обилие книг В Доме ученого И что он провел Телепатический сеанс С Эйнштейном И Фрейдом. Однако Известно, Что у Эйнштейна Никогда не было Квартиры в Вене, А в указанные годы Он там вообще не был. Кроме того, Эйнштейн всегда Держал в своих квартирах Лишь несколько справочников И оттиски Наиболее важных статей. Будет также установлено, Что в списке лиц, Контактировавших Со Сталиным, Фамилия Мессинг Отсутствует. Скажут, Что его мемуары Были сфабрикованы Заведующим отделом науки Комсомольской правды Михаилом Хвостуновым. Задача любого артиста Сделать так, Чтобы ему Верил зритель. Задача фокусника Сделать так, Чтобы зритель Не только верил, Но и хотел быть обманутым. Ах, обмануть меня нетрудно, Я сам Обманываться рад, Сказал Пушкин. А он-то точно знал, О чем говорит. Своим биографом, Тем, кто брался За изучение Феномена Мессинга И за его Живописание, Сам артист Рассказывает, Как участвовал В помощи полиции Частным лицам, Разгадывает Следственные тайны, Как делал Это бескорыстно. Станет известна История о том, Как он нашел Пропавшую Дорогую брошь Одного из Зажиточных семейств. Брошь украл Слабоумный мальчик Лет одиннадцати, Сын честного слуги. Мальчишку он поймал На приманку, Подложив ему Золотые часы, Ребенок засунул их В пасть Медвежьего чучела, Стоявшего в комнате, А чучело Оказалось Хранилищем И других Пропавших вещей. Мальчишку раскусили. По договору Граф должен был Заплатить Мессингу 25 процентов Стоимости Найденных сокровищ, Около Двухсот Пятидесяти Тысяч Злотых. Но Деньги он не возьмет, А попросит Графа Проявить Своё влияние Всеями, Что было Отменено Постановление Польского правительства, Ущемляющее Права евреев. По крайней мере, Так об этой Истории Рассказывал Сам Мессинг. Читал ли он Мысли? Конечно, Читал, Но не так, Как это представляет себе Зритель. Он сам говорил, Это не чтение мыслей, А если так можно выразиться, Чтение Мускулов. Когда человек напряженно Думает о чём-то, Клетки головного мозга Передают импульсы Всем мышцам организма. Их движения, Незаметные простому глазу, Мною легко воспринимаются. Я часто выполняю Мысленные задания Без непосредственного Контакта с индуктором. Здесь указателем Он не может служить Чистота дыхания Индуктора, Биение его пульса, Тембр голоса, Характер походки И так далее. В 1942 году Во время войны Мессинг выделит Личные средства Для Красной Армии. Для него это И личная война. Она отобрала у него Всех родных. Братья, Сёстры, Остальные родственники Погибли в стенах Варшавского гетто. Вольф на собственные деньги Построит два истребителя. Один из них Будет подарен Персональный герой Советского Союза Лётчику Константину Ковалёву. Второй достанется Истребительному Авиаполку Варшава. И на фюзеляже Будет написано От польского Патриота Профессора Вольф Мессинга Польскому лётчику. Долгое время Будут циркулировать Слухи о том, Что Мессинг Был вхож В сталинский Кремль, Что для этого Ему не нужен был Даже пропуск. Что, мол, Он мог Загипнотизировать Охрану И пройти, Куда ему нужно. Но особо дотошные Исследователи Досконально изучив Биографию Мессинга Придут к выводу, Что очень многое Маэстро Нафантазировал. Нигде В кремлёвской документации Не значится, Что Мессинг Хоть раз Побывал внутри. Даже будучи Пожизненным читателем Библиотеки, Он Не значился В библиотечном Архиве. Позже Хрущёв, Как глава государства, Велит Мессингу Заявить в интервью Газете «Правда», Что он, Ясновидец И пророк, Якобы Общался с духом Сталина, И тот просил его Донести до народа Мысль Пора вынести его Тело из мавзолея Ленина И где-нибудь Похоронить. Мессинг Наотрез Отказался. Хрущёв был Оскорблён И велел Артиста Убираться Из Москвы. И ему Пришлось выступать В деревенских Клубах, Как собственно И делает Любой другой Иллюзионист, Достающий Шляп кроликов И распиливающий Пополам Женщин. Правда, Данные об этом Разговоре с Хрущёвым Тоже Отсутствуют Где-либо. Между тем, Война Круто изменит Жизнь Мессинга Не только С точки зрения Потерь, Но и Приобретений. Однажды В сорок четвёртом Году В Новосибирске После концерта К нему В гримёрку Постучат. На пороге Будет Полноватая Женщина. Красиво Её назвать Нельзя, Она поздоровается, Скажет, Что Его Ассистентка Ему Не подходит. А она Аида Рапопорт Обладает Всеми Необходимыми Качествами. Ваши Концерты Надо вести Не так, Скажет она. И её Платье Совсем Не годится. Наряд Должен Быть Строгим. Мессинг Отреагирует На эти слова Мгновенно, Словно Зная, Что Она Права. Хорошо. Концертное Платье Есть? Завтра Я вас В нём Жду. Так В его Жизни Появится Всё В одном Флаконе. Любовь, Жена, Помощница, Нянька. Та, Без которой Вскоре Он не будет Представлять Себя Самого. Вольфу Григорьевичу Сорок Пять, Аиде Михайловне Чуть Меньше. Позже Он признается, Что это Не была Любовь С первого Взгляда, Но он Сразу Почувствовал, Что Аида Его Судьба. Да И судьбы Их Похожи. У Мессинга Нет никого Из родных, У Аиды Только Любимая Сестра Ираида. Аида Заменит Ему Семью. Больше В его Жизни Не будет Ни одного Серьёзного Влечения. Женщины Вообще В его Присутствии Всегда Чувствуют Себя Неловко И Говорят Глупости, Опасаясь, Что он Читает Их Мысли. Аида Наоборот Ведёт Себя Естественно, От неё Исходит Тепло. Он Всегда Будет Чувствовать Себя С женой Единым Целым. Четыре Года Они Проживут В гостинице В Москве, А затем По распоряжению Сталина Им предоставят Отдельную Квартиру. Аида Возьмёт На себя Всё. От уборки Стать Капризным Ребёнком. Может Отказаться Сам Вызвать Такси Или Не Хотеть Размешивать Сахар В стакане С чаем. Жена Сделает За него И для него Всё. И он Счастлив. Однажды Его спросили Ваша жена Наверное Несчастный Человек. Вы же Знаете Всё, О чём Она Думает. Моя Жена Ответил Мессинг Самая Счастливая Женщина. Она Думает Только То, Что Как Вы Можете С ним Жить? Он Ж Знает Всё, Что Вы Думаете. Аида Смеясь Отвечала, Что Плохих Мыслей У неё Никогда Не Бывает. Она Станет Проводником Между Мужем И Остальным Миром. Она Будет Выступать С ним На Сцене, Руководить Концертом, Передавать Вопросы Из Зала, Удалять Зрителей, Которые Ведут Себя По-хамски. Позже Он Вспомнит Эту Жизнь Как Настоящий Рай. Беспомощный В бытовом Плане Мессинг Удивляется, Как Аиде Удаётся Делать Всё. Называет Он Её Волшебницей И Спрашивает, Где Её Волшебная Палочка. Она Кладёт Руку На Грудь И Говорит Вот Здесь. Вольфа Григорьевича Называют Подкаблучником. Он Смеётся. Дай Каблуком. Их Счастье Будет Длиться 15 Лет. А Потом Случится Непоправимое. О Дальнейшей Жизни Вольфа Мессинга Во второй Части Программы После Песни Михаила Кочеткова И Рекламы. С вами Валерия Кореная На Волне 620 А.М. Дэвид Зун Радио Нью-Йорк. Не Переключайтесь. В эфире программа «Крылья из чердака». С вами Валерия Кореная. Сегодняшний мой герой – Вольф Мессинг. Человек-легенда, человек-миф. Его любимая жена Аида, его верная помощница, заболеет. У нее обнаружат рак груди. Она будет долго скрывать от мужа диагноз и отвечать на вопросы о самочувствии уклончиво, чтобы не мешать его работе. Мессинг узнает о болезни жены, это станет для него большим ударом. Но сама Аида будет продолжать сопровождать супруга повсюду, подстроив график его выступлений под курсы лечения. Иногда ей будет трудно стоять на ногах, и никто из зрителей не будет догадываться о том, что время ее сочтено. Когда занавес закрывается, муж подхватывает ее на руки и несет в гримерку. Увы, не помогут ни операции, ни химия. Вольф Григорьевич спросит у Аиды, чего бы ей хотелось больше всего на свете. Она ответит, не пиши на памятнике дату моего рождения. Не люблю, когда ходят по кладбищу и высчитывают, кто сколько прожил. Мессинг выполнит последнюю волю жены. На памятнике только дата ее ухода. Когда ей станет совсем плохо, и она уже не сможет вставать с постели, к Мессингам приедут медицинские светила, профессор онкологии Николай Блохин и гематолог Иосиф Каширский. Они скажут, что и у тяжелых пациентов бывают случаи неожиданного улучшения, даже полного выздоровления. Мессинг выслушает и ответит. Это все вы можете говорить кому угодно, только не мне. Я точно знаю, что Аида умрет 2 августа 1960 года в 7 часов вечера. Так и произойдет. Но, увы, сведения о том, что Блохин лечил жену Мессинга и мог слышать предсказания и ясновидца, не сохранится. Дочь онколога и его коллеги также скажут, что Николай Николаевич никогда не рассказывал им о Мессинге. Что из этого истины нам не дано узнать. После смерти жены артист долгое время не мог ни с кем общаться, сидел неподвижно, глядя в одну точку. Детей у них не было. Заботы о доме взяла на себя сестра покойной жены Ираида. Ее помощь и уговоры друзей сделают свое дело. Мессинг вернется к работе, но лишь через год. В него появится новая ассистентка Валентина Ивановская, но кроме общей работы их с Мессингом не свяжет ничего. После выступлений он сухо прощается, уезжает куда-нибудь, лишь бы не домой, где все напоминает о его потере. Приходившие к нему в квартиру поражаются аскетичности его жилища. Черного цвета простая мебель, немного книг. Он курит беломор и все повторяет. Мечтаю бросить курить и не могу. Он любит собак, а они его слушаются. Когда он приходит в цирк, собаки следуют за ним. Он не любит давать интервью, но от славы не отказывается. С удовольствием рассказывает анекдоты о себе. Называет себя не гипнотизером, не телепатом, а лишь артистом оригинального жанра. На сцене, правда, иногда переигрывает, кричит, нервничает. Но потрясенные зрители делают все, что он приказывает. Ежелец, как-то сказал, создавайте легенды о себе, боги начинали с этого. Мессинг, безусловно, об этом знает. Он создает легенды о себе мастерски. Как тонкий психолог он выбирает в зале внушаемых людей. Так же поступает любой гипнотизер, работающий на публику. Правда, он и дату своей смерти знает наперед и даже говорит об этом. Друзья и верят ему, и не верят. Но все произойдет точно так, как он предсказал. Ему нечего бояться. Он пережил свою любовь на 14 лет. А пока из-за кулис стремительно выпархивает маэстро в смокинге. Небольшого роста, худой, подвижный, с огромной седоватой шевелюрой. Голос у него резкий, хриплый, плохая дикция. Но он завораживает всех сидящих в зале. Он не только угадывает местонахождение предметов, даже самых маленьких, среди сотен людей, но и выполняет сложнейшие задания зрителей, желающих уличить маэстро. Но никому это не удается. Говорят, что хороший фокус – фокус неразгаданный. А лучший маг – тот, который не открывает секретов. Атмосфера, которой окружен магистр, а вернее профессор, как его без всяких причин величают, служит прекрасным фоном для распространения слухов. Сам Мессинг себя не рекламирует, всегда находятся те, кто делают это за него. Он же скрытный, нелюдимый, в гости не ходит, не посещает светские мероприятия, не отзывается на дружбу, не сидит в ресторане ВТО, водку не пьет, ни с кем не откровенничает. И при этом он демонстрирует свою тайну, заявляет себя гипнотизером и телепатом, когда и то, и другое отрицается советской наукой. О телепатах, парапсихологах, телекинетиках и прочих сверхлюдях говорят шепотом. Они могут быть не только интересны, но и опасны. Хотя Мессинг заявляет, что не общается с потусторонним миром, но молва бежит впереди него. В 1971 году он получит звание заслуженного артиста РСФСР. А умрет в 74-м, как и предсказывал. Он выйдет из квартиры, чтобы отправиться в больницу, остановится на пороге и скажет, что больше сюда не вернется. Врачи, правда, уверяют, что операция, которая ему предстоит, безвредная и не опасная, но выйдет иначе. Его прооперируют. Удачно. Но через пару дней откажут почки, отекут легкие, и 8 ноября 1974-го Вольф Мессинг уйдет из жизни. На его счету в сберкассе обнаружится миллион советских рублей, но эти деньги неизвестно куда исчезнут. Наследников у Мессинга нет. Также исчезнет и перстень, известный как бриллиант Мессинга. Из квартиры пропадут все документы, говорящие, что в Москве в 20-м веке жил Вольф Мессинг. Архивы, записи, дневники. И вообще, были ли у него дневники? Если были, то на каком языке он их писал? Ведь говорил он без труда только на идиш. И начнутся проверки архивов разных стран. И будет установлено, что нет вообще никаких сведений об артисте Вольфе Мессинге. Ни в Польше, ни в Германии никаких документов о реакции Гитлера на публичные выступления Мессинга, хотя сам артист утверждал, что за его голову Рейх предлагал 200 тысяч марок. Якобы гнев фюрера вызвал его предсказание, что Рейх погибнет, если повернет войска на восток. Да, известно, что Гитлер обожал эзотерику. Он инициировал исследования в этой области, ради чего коллекционировал магов и ясновидцев, гипнотизеров и оккультистов, надеясь с их помощью нащупать механизм управления народными массами. У него были свои оракулы и астрологи. Он мечтал открыть секрет массового гипноза, чтобы воздействовать дистанционно, искал психотропное оружие, но не нашел. Хотя речи его на многих действовали магически. Сам Мессинг никогда не соглашался на проведение научного эксперимента по выявлению его телепатических способностей. Да, он большой артист, который прославился эстрадными номерами. Непостижимым образом он читает мысли зрителей. Ему всегда помогает выбранный из зала человек-индуктор. «Думайте о том, что я должен сделать», — повторяет ему Мессинг. Когда-то этот идиомоторный эффект описал великий физиолог Иван Павлов. Когда вы думаете об определенном движении, вы его невольно производите. Это мышцы совершают непроизвольные движения, подчиняясь воле мысли. Сейчас, в наши времена, мы можем видеть работу мыслей на протезах, которые ставят людям, потерявшим конечность. Они учатся управлять рукой или ногой силой мысли. А тогда Мессинг умел феноменально считывать мельчайшие движения мышц индуктора. Прочно засевший в наших с вами головах миф о том, что Сталин, чтобы испытать силу Мессинга, попросил его загипнотизировать кассира Госбанка. Артист подал сотруднику вместо чека пустой листок и получил огромные деньги — 100 тысяч рублей. Однако в банке сначала чек предъявляли бухгалтеру, потом бумага проходила внутреннюю проверку в нескольких кабинетах, и лишь на последнем этапе листок попадал к кассиру. Так что один человек никак не мог выдать такую большую сумму. И это лишь миф. Да, головоломки, которые придумывали ему зрители, чтобы посмеяться над ним, приезжие знаменитостью, были изощренными, но он щелкал их, как орехи. Брал за запястье какого-нибудь человека, подводил к другому, которого тот загадал, легко определял имена людей, говорил тому или иному зрителю то, что те и родным не рассказывали. Мессинг утверждал, что встречался с Брежневым и рассказывал ему о его будущем. Но личный фотограф Брежнева Владимир Муссельян провел рядом с генотеком 10 лет и снимал его во время всех встреч с гостями в домашней рабочей обстановке. Делал снимки всех, кто приезжал к Брежневу, даже простых и неизвестных людей. Муссельян скажет, что ни разу не видел Мессинга возле Брежнева. Мастер психологических опытов, член комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Юрий Горный знал Мессинга. И он скажет так. Мессинг прекрасно проделывал все, что связано с идиомоторикой, неосознанными движениями. Во-первых, как тонкий психолог, он выбирал из зала внушаемого человека, брал его за руку, повторял, думайте о том, что я должен сделать. Когда человек напряженно думает о чем-либо, мозг передает импульсы всем мышцам организма. Их движения Мессинг улавливал. Эти опыты ему легко удавались. А вообще найти предмет в зале не так сложно. По тому времени, через которое меня позовут искать, я уже знаю, где успели спрятать. На первых рядах или на последних. Встану в центре, спрошу, «Вы все запомнили, где лежит?» Часть зрителей обязательно невольно повернет в ту сторону головы. Затем выбираю из зала людей, внушаемых, и слежу за их реакцией. Но будут якобы свидетельства того, что Мессинг участвовал в раскрытии преступлений. Увы, почти все подобные истории окажутся недостоверными. В архивах участия Мессинга в расследовании дел не указано. Работники суда и прокуратуры, которые были в местах предполагаемых событий, единогласно утверждают, что ничего похожего на самом деле не было. За одним, правда, исключением в июне 1974 года в Иркутске расследовалось дело директора магазина «Плод овощи торга». Его обвиняли в крупном хищении. Мессинг присутствовал на допросе, и в тот же день уполномоченный ОБХСС ознакомил следователя со справкой, составленной якобы после беседы с Мессингом. В справке были указаны ранее неизвестные факты, разоблачавшие обвиняемого. Справка была подшита в секретное дело оперативного учета, сведения были проверены и подтверждены. Однако, как позже выяснилось, таким нестандартным образом следователь легализовал агентурную информацию, не желая раскрывать ее истинный источник. Как бы то ни было, если вы ищете пример человека, который сделал себя сам, то нет кандидатуры лучше, чем Вольф Мессинг. Сын простых польских евреев, у которых никогда не было денег, стал мировой известностью, феноменом, который умел выйти из самых сложных жизненных ситуаций, который прожил 75 лет. И вот как он сам объяснял свою способность читать мысли. У каждого человека, в том числе и у вас, были такие случаи в жизни. Вы идете с другом, каждый из вас думает о чем-то своем личном, и вдруг ваш спутник произносит вслух мысль, которая в этот момент пришла в голову и вам. Или, скажем, в театре вы почувствовали на своем затылке чей-то внимательный взгляд. Повернулись и увидели человека, который смотрит не на сцену, а на вас. Словом, в каждом человеке заложены способности телепата, у одних больше, у других меньше. Я отличаюсь от других людей тем, что у меня эти способности заложены в значительно больших дозах. Конечно, он их развивал, лелеял. Конечно, он достиг огромных высот. Да, говорили, что Мессинг напророчил крах Третьему Рейху, но в первые дни войны в советском руководстве, да и по радио звучало «Враг будет разбит, победа будет за нами». Что это? Тоже пророчество? Конечно, чтобы в сталинские времена в СССР объявился человек, способный читать мысли, способный манипулировать мозгом, и чтобы это был всего лишь артист, чтобы власть не использовала столь уникальные данные для работы в госбезопасности, где можно колоть шпионов, вредителей, где можно присутствовать на встречах на высшем уровне, читать, в конце концов, мысли Черчилля, Рузвельта и заставлять их подписывать все, что надо. Но вместо этого такой бесценный человек забавляет публику. Он, маленький, всклокоченный, как Эйнштейн, говоривший с чудовищным акцентом, названный пророком, ясновидцем, телепатом, официально числится фокусником, иллюзионистом. Он не носил никаких атрибутов своей магии, ни челмы, ни мантии, никакого хрустального шара у него не было, но именно он стал одним из самых удачливых и загадочных артистов XX века. Он умел то, чего не умеют простые смертные, видел сквозь стены, предсказывал будущее, мог заставить людей выполнять любые приказы. Однако отменить то самое увиденное будущее было не под силу даже ему самому. И хотя он утверждал, что чудес не бывает, и ученые пытались объяснить фантастические психологические опыты гипнотизера материалистическими законами природы и научной логикой, все-таки многое, что исходило от этого человека, несет в себе ореол таинственности до сих пор. Может быть, кому-то хотелось бы его разрушить, этот ореол. Но человеку всегда надо во что-то верить. Я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь, оставляя с песней группы «Несчастный случай» из фильма «Генералы песчаных карьеров». А мы с вами услышимся в следующий вторник, в полдень, на волне 620 AM, Дэвидзон, Радио, Нью-Йорк. В студии с вами Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая – Валерия Коренная. Автор и ведущая – Валерия Корrix Валерия Корazuje Продолжение следует...